105 дней без дождя повлияли на урожай в Белгороднестровском районе. Но аграрии не теряют надежды занять первое место в Одесской области по сбору ранних зерновых. Развитию же туристической отрасли мешают плохие дороги и необустроенные пляжи. Эти и другие вопросы обсуждались на июньском заседании коллегии райгосадминистрации. В районе разгар жатвы. Хозяйства полностью обеспечены горючим. По оценке начальника управления агропромышленного развития, хватает и техники. 65 комбайнов взяли в других районах. Мешают только погодные условия. Но, несмотря на дожди, уже удалось собрать 19% азимового ячменя. Туристический сезон начался, но все признают, здравницы Будакской косы не готовы к приему посетителей. Основные проблемы – дороги, водообеспечение и водоотведение, утилизация мусора и благоустройство пляжей. Возначили места, в которых купание заборонено в связи с тем, что они становят небезопасность для живых-вотпочивающих. Из базы отдыха Мальта до причала номер 19. Из базы отдыха Голубая Акула до причала номер 18. Из санатория Приморский до детского здоровья центра Солнечный. В зоне отдыха обязательно должны быть милиционеры и медики, но есть ли они там на самом деле – неизвестно. Наличие разрешения на открытие баз отдыха чиновники тоже не проверяли. Могут возникнуть и проблемы с сообщением из-за аварийного моста в Сергеевку. Он уже давно не в том состоянии, чтобы выдержать те нагрузки, то есть я имею в виду транспорт, и вантажного, и легкового и так далее. Это первое. Значит, никто не контролирует это вопрос. И может настасти тот момент, когда вообще остается район и эта часть без сообщения. На покрытие асфальтом километрового моста потребуется не менее миллиона гривен. Пока чиновники обсуждают проблему, общественники обратились к областной власти. Мы уже две недели тому назад написали свернение разом с областной громадской радой для того, чтобы ремонт этого моста был включен в перспективу области. Пока что ответы мы не получили, но мы имеем нагальную встречу с руководителем областной администрации. И думаем, что там на это вопрос нам уже дадут конкретную ответственность. Деньги нужны не только на ремонт моста. Еще минимум 250 тысяч гривен необходимы для развития инфраструктуры Будакской косы. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.